друзья всем большой привет сегодня я приехал в курортный район санкт-петербурга в поселок комарова хотя на самом деле он назывался раньше киломяки но в 60-х годах прошлого века его переименовали в честь ботаника комарова здесь очень чистый воздух здесь финский залив здесь очень красивые хвойные леса поэтому раньше и в принципе сейчас многие дачники предпочитали здесь отдыхать здесь селились в том числе всякие музыканты различные деятели искусств поэты писатели и сегодня мы с вами посмотрим комаровский некрополь на котором многие из этих известных людей были захоронены хочу сказать что более точной даты основания этого некрополя я не могу сказать я не нашла если вы знаете напишите обязательно но есть упоминание что одна из первых могил здесь появилась в 1915 году вот еще мне хочется отметить что здесь похоронена она ахматова и из-за этого это место стало достаточно популярным свое время в принципе сейчас сюда приезжают на ее могилу почитатель ее искусства скажем ее поэзии в общем сегодня очень холодно я не знаю насколько видео выйдет длинным поэтому я все-таки постараюсь показать хотя бы самое интересное захоронение если вам интересно давайте все-таки прогуляемся вместе практически у самого входа посмотрите какое интересное могильное сооружение в виде часовни или виде храма такая тускатная крыша алла ивановна дарская как необычно чуть-чуть поближе покажу не могу сказать кто точно изображен но точно не образ иисуса христа это однозначно это однозначно и даже видны и вот у одежды вот такие лямки потому что круг вокруг головы есть то есть ним дан который обозначают свято смотрите как интересно всякая башенка мы вышли на такую аллею можно сказать аллея тех кто вот при жизни занимался кино здесь покоится диктор ленинградского телевидения быков михаил александрович смотри мишка такой на его захоронение и башня стоит мы идем дальше и здесь мы видим уже кинооператора розового константина ильича на камне изображен его портрет со всей аппаратурой которая ему принадлежала чем он занимался при жизни очень интересно такие знаете есть интерес к склепам да но всегда за ними есть тайна чем занимался человек а тут мы все видим игорь урияш со своим портретом и фотография здесь его незабвенный пианист так а здесь марина к сожалению не могу сказать фамилию наверняка актриса почему это кажется скорее всего актриса если нет я тоже как обычно все какие-то свои заметки еще в чем-то сомневаюсь я обязательно там делаю дописки элеонид минакер смотрите в виде ленты такой каменный холодный монумент александр николаевич элитинский не знаю принадлежал ли он к такому роду деятельности как диктор или оператор ничего сказать не могу а вот здесь довольно известно известно кинооператор эдуард розовский мне кажется многие о нем слышали хотя не буду говорить за всех его тоже покрыты снежной шапкой на каменной плите вот такая доска изображающая человека за его родом деятельности публика вечен памяти кинодраматург владимир аркадьевич медленно пройдемся по аллее и мне хочется подойти все таки на тот участок ради которого на самом деле многие сюда и приезжают и в том числе из-за чего этот некрополь стал достаточно популярен свое время в некотором отдалении можно сказать в конце одной из главных дорог перекрестка находится достаточно известное захоронение в принципе из-за чего этот некрополь стал популярен здесь покоится писательница поэтесса серебряного века она ахматова достаточно большие птицы на эти лампадки находятся ее портрет увековеченный в камне уже четкие черты не проглядываются но все равно некоторый облик образ напоминает о ней как каменная стена обсужд на такой скамейкой и большой крест достаточно внушительных размеров мы видим что и по бокам есть изображение сейчас я покажу сначала общий план для того что можно было понять его размеры и уже сейчас мы с вами рассмотрим детали да 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 все вот наверху то образ христа все-таки а вот здесь по бокам с одной стороны здесь солнце да или луна на вас да здесь луна получается по месяцу да 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 луна а в этой части с правой части у нас солнце внизу роза же завершая фотография интересно что рядом находится такое сооружение в котором обычно ставят свечи по тому как я привыкла когда прогуляться по кладбищам такие обычно сооружения есть у тех кто при жизни был блажен ну либо праведником либо служил в церкви то есть какой-нибудь монах и вот становится скажем так некоторым культовым местом местом поклонения допустим ксения петербургская анна ложкина или анна лашкина в разных источниках по-разному блаженный матвей атомир а вот здесь и у анна матовый есть такой интересный элемент внизу там только частично прогляться нам скорее всего я больше отображаюсь из-за снега но там песок и агарки свечей смотрите даже лед на этой части многие надгробные памятники эти же покрыты хорошим слоем снега всякие пушистые сугробы свой какой интересный памятник скульптора евгения николаева здесь образ двух обнимающихся людей и вот интересно что с обеих сторон здесь нужно наблюдать дата жизни и дата смерти в таком портале изображена пара пока здесь гуляли нашли интересно тоже интересный памятник под которым показалось покоится тело директора эрмитажа это не он на я просто хочу вам показать тоже интересно такое интересную скульптуру в камне бурсов борис ты не видишь за вот какое отчество него его нет иванович иванович на она все-таки на и вот сейчас мы покажем директора эрмитажа точнее его захоронение георгий орбелли можно даже заметить что в каком-то смысле это крест в круге то есть если мы подойдем сейчас я так покажу еще обзор на подойдем и со сними на задней части увидим что крест находится в круге у нас этой стороны видно позади тоже виднеется такая лампадка искусственные цветы практически у ограды кладбище есть такой монумент который посвящен лазарю марковичу хиде келью это художник и архитектор несколько его работ я ставлю где-нибудь картинкой сбоку если него небольшая такая лампадка которая занеслась уже снегом нашли достаточно интересное сооружение такое над могильная если я не ошибаюсь это книга да здесь да вот это получается книга это скорее всего свеча да свеча а это то ли портрет то ли зеркало тут девушка какая-то изображена да со свечой получается с книгой а вот здесь какие-то либо ветка с листьями ну да это скорее всего не перья все-таки а ветка с листьями можно как символ оборванной жизни то есть плодоносящие там деревья обычно изображаются как символ вечной жизни и символ жизни в принципе как надломанная ветвь да окно это такой крест можно сказать что даже как алтарь да скорее всего можно что-то надгробие символизировала вот именно алтарь достаточно интересно интересная задумка пойдем памятник этот участок сзади посмотрим если какие-то надписи памяти анны алексеевны араповой ты не помнишь но вроде читали немного об этом памятники вроде бы здесь врач до похоронен арапова должно быть врачом до врач и ее мать екатерина анатольевна арапова значит здесь чуть позже одно подхоронили к другой такой семейный участок и сквозь вот эти окошки проглядываются ель тоже символ вечной жизни это дерево которое очень часто погребальной традиции погребальных обрядах участвую использовалась была важным элементом самом деле здесь на каждом участке практически ели сосны такое свежий воздух тишина и думаю сейчас все подойдем к пару памятникам сегодня на самом деле очень очень холодно поэтому видео не будет таким продолжительным каким он обычно бывает перед пришла зима самое настоящее холодно и не на ветках вот от академии наук ссср как каменная громада с отверстием которым зияет наверняка солнце или наверное звезда мы сейчас посмотрим с другой стороны чтобы не были голословными а да точно вот же компас да я даже не заметила здорово рядом с памятником на котором изображен компас вот стоит тоже такая плита ты не прочитаешь мне чтобы я не знаю главный конструктор атомных ледоколов арктика и сибирь перевозчиков андрей егорович даже знак такой повесили потому что герой до стического труда здорово как орден да как будто бы орден отмечья и 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok